МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите культурное обозрение в студии Аллы Новоженина. Сентябрь выдался богатым на праздники. Начали мы с Дня знаний, а закончили Днём интернета. Праздник молодой, отмечать его стали не так давно. Ввести День интернета пытались несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. С 2010 года прижилась дата 30 сентября. Как праздник отмечают в Орле и насколько важен он для горожан, расскажет Алина Логутина. Главная сейчас функция интернета – это не только поиск информации, но еще и общение. Это очень важно в нашей жизни, так как будущее невозможно без интернета, и все социальные сети помогают нам. Я не думаю, что я могла бы представить свою жизнь без интернета. Настолько привыкли к интернету, что становимся одним зависимым. Мы сидим в социальных сетях и списываемся со своими друзьями. И встреча через 35 лет произошла. В основном интернетом я пользуюсь для того, чтобы найти для себя полезную информацию. Есть ли в Орле пробки, где купить самую выгодную путевку на море, и что посмотреть сегодня вечером в интернете найдется все? Узнавать информацию в один клик стало для нас настолько привычно, что кажется, нет страшнее слов для современного человека, чем сеть недоступна. Россия лидирует в Европе по числу интернет-пользователей. Всемирная паутина соединяет между собой две трети населения Земли. С годами интернет поглощает, затягивает не только молодежь, но и пенсионеров. Несколько лет назад в Орле даже были открыты компьютерные курсы для них. Но если для людей золотого возраста такие знания только в плюс, личность уже сформирована, то вот подростковой, одержимостью интернетом и новомодными гаджетами психологи встревожены. Полностью погрузившись в сеть, ребенок принимает информацию в готовом виде. Его активный словарь не пополняется. Он не учится общению с окружающими, детьми и взрослыми. Порой ребенок просто не знает, как объяснить, чего хочет. Память ребенка не тренируется. Не нужно нагружать свой мозг, ведь все есть в интернете. В погоне за интернет-популярностью в сети одни готовы обнажать личную жизнь на фото, другие снимают шокирующие видеозаписи. Цель одна – собрать как можно больше лайков и просмотров в различных соцсетях. А блогер – профессия мечты для многих школьников. Знания, ради которых старшие поколения часами сидели в библиотеках, перелистывая толстенные тома учебников и энциклопедии, можно отыскать в интернете за минуту. Только вот из памяти улетучиваются они так же быстро, как находятся. И вновь и вновь приходится как заклинание произносить «Окей, гугл». Однако некоторым удалось интернет-пространство укротить. Для Павла Осипенко интернет-способ заработка. Свой первый миллион он заработал в 16. Очень нужны были деньги. Врачи поставили неутешительный диагноз по зрению, и тогда парень понял – нужно открывать что-то свое. Сначала я запустил сеть каталогов, продавал специальную базу, с помощью которой можно было регистрировать свой сайт в каталогах, которые не требовали обратной ссылки, и таким образом прокачивать его позиции в поисковой выдаче в Яндексе, в Гугле. Потом построил целую сеть каталогов, ну и как-то совершенно случайно заработал миллион. Сейчас миллиону уже не случайность, закономерность. Павел Осипенко – личность, известная по всему миру. Он проводит бизнес-тренинги, мастер-классы, ведет свой блог, принимает участие в съемках передач на федеральных телеканалах и много путешествует. В планах делать добрые дела. Я хочу запустить благотворительный фонд, который будет помогать таким, как я, ежикам в тумане, тем, кому не повезло с наследственными болезнями глаз, и уверен, поскольку на власти наши надеяться не приходится, в моих силах сделать так, чтобы каким-то людям стало проще жить, несмотря на тяжелый недуг. Телеканал «Первый областной» тоже имеет свой интернет-ресурс. Самые горячие и интересные новости региона вы можете узнать не только с голубых экранов, но и на нашем официальном портале – obl1.ru. Сайт телеканала «Первый областной» в нынешнем виде существует уже 4 года. И это полноценная информационная площадка, которая предоставляет возможность не только смотреть телевизионные сюжеты, которые идут в эфире нашего телеканала, но и в режиме реального времени следить за новостной картиной не только в Орле и Орловской области, но и в целом в стране. Стать героем сюжета просто. Кликните на кнопку «Вызов телевидения», заполните заявку, и мы обязательно с вами свяжемся. Разбираясь в плюсах и минусах всемирной паутины, напоследок хочется поставить большой плюс. Высокая скорость обмена информацией позволяет онлайн помогать тем, кому это сейчас очень необходимо. Сбор средств на помощь больным или попавшим в тяжелую ситуацию людям. Десятки тысяч жизней были спасены. То ли еще будет. В сентябре на Орловской площадке гостил белорусский государственный молодежный театр. На протяжении пяти дней коллектив радовал орловского зрителя своими постановками. Труппа успела завоевать любовь публики. Последний спектакль «Козий остров» не стал исключением. С подробностями Наталья Чунина. Откуда вы идете, куда вы хотели попасть? Оттуда я пришел по дороге. Незваный гость хуже татарина. Этой русской пословице можно охарактеризовать спектакль, поставленный по пьесе известного итальянского драматурга Угубетти «Козий остров». Действие происходит на бедном каменистом острове. Там живут три женщины. Мать, дочь и заловка. Их муж, отец и брат погиб в тюрьме. Женский покой нарушает визит нежданного гостя. Появление Анжела, сокамерника покойного профессора, прерывает томящую отрешенность жизни и сводит с ума. Анжела проживает жизнь своего друга. Ему удалось войти в роль мужа-лентяя и влюбить в себя трех женщин. Он становится камнем преткновения в этой семье. Женские обиды, чувство постоянного одиночества, отказ матери от дочери приводят к трагедии. Молодец! В колодце! И нам нужно просить ему вперед. Мечта о женском счастье так и осталась мечтой. Для героев пришло время собирать камни. Колодец, в котором погибает главный герой, постепенно затягивает всех женщин. Мой герой приходит на этот остров, он, так сказать, организовывает свое государство. То есть отдельное государство, в котором он и царь, и бог, и отец, и друг, и мужчина, и даже как ребенок себя ведет. То есть он организовывает какую-то свою жизнь. У меня в спектакле две роли. Вот они, одна достаточно небольшая. У этого персонажа две сцены в начале и в конце, но она не завязочная, информационная. Вторая роль возникла в процессе репетиции. Вот ее придумали совместно с режиссером. Актер это наблюдатель. Если нет в себе, значит надо искать других и тащить. Так лепится образ. Необычный характер героев, декорации, музыка, свет. Именно это привораживает к себе зрителя. Хорошо, что театральная жизнь у нас идет. Замечательно, что это самый разный спектакль. Сегодняшний спектакль, в общем-то, экспрессивный, своеобразный, режиссурный. Думаю, что не всем он может одинаково понравиться. Но в любом случае это интересный театральный язык, который ему тоже интересно прикоснуться и познакомиться. У нас сюжет очень интересный, жизненный. Очень такие красивые козы, колоритные. 11 октября артисты Орловского театра «Свободное пространство» приедут с гастролями в Минск. На уходящей неделе в Вятском посаде зазвучал колокольный благовест. Строительство одного из самых больших православных комплексов Орловского района не сбавляет темпов. Так уже на возведенной звоннице Сретенского храма стали слышны первые удары колокольных языков. Андрей Деркач расскажет подробнее. Удар за ударом создает гармонию перезвонов. Уникальная по своему звучанию колокольня теперь по праву считается одной из самых больших на Орловщине. Высота звонницы 30 метров. Колокольня Сретенского храма насчитывает 13 колоколов. Одним из самых больших является вот этот праздничный благовест. Его вес составляет 1850 килограмм. А это уже малый благовест. Вес его занимает 450 килограмм. И звучит он в основном на будничные службы. По словам профессионального звонаря Александра Чайки, Сретенские компаны, именно такое название носят колокола в царковнославянском языке, будут слышны в полукилометре от храма. Это хороший диапазон для масштабов звонницы. Получить такой эффект можно при помощи умелой настройки. На работу у мастера колокольных дел ушла неделя. Язык ударяет в разные края. И иногда мы получаем какую-то наиболее благозвучную точку. Поэтому вот нужно как бы прощупать его, куда его лучше растянуть. Здесь вот звучит хорошо, здесь хрипит. 80% чистой меди, плюс 20% олова. Так отливается колокольная бронза. Спецсплав дает идеальное звучание. Традиционно языки всех компанов пришпилены к одному месту. По мосту звонаря. Для того, чтобы колокол зазвучал, надо возбуждать его язык. Язык должен быть подтянут на определенное расстояние, на кромку колокола. И мы делаем эти вещи вот такими тросами в оплетке. То есть это металлический трос, он очень динамичный. Здесь, чтобы не резало руки звонарю, мы используем вот такие вот трубки, накладки. Так же у вас есть педали, да, я так понимаю? Да. Значит, для того, чтобы у нас максимально эффективно был ровный ритмичный звон, мы делаем вот такие сбалансированные педали. К слову, про опыт звонаря. Александр Чайка уже успел настроить сотни колоколов, и не только в масштабах страны. Мастер трудился в Украине, Казахстане и Греции. Делом жизни начал заниматься еще в 90-е. Получается весьма виртуозно. По обычаю, прежде чем поднять колокола на звонницу, их освещают. Случилось это во время первосвитительского визита святейшего патриарха Кирилла на Орловщину в июле. Предстоятель лично посмотрел строительство в Авиатском посаде. Смещаются компаны сия, благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Издревле колокольным звоном созывали верующих на службы. Особенно торжественно звучали компаны в большие праздники. Но не стоит и забывать о том, что колокольный звон положительно действует на человека. Выравнивает ауру, делает ее симметричной, здоровой. В Орле состоялся творческий вечер известного российского композитора и писателя Александра Журбина. На сцене свободного пространства с аншлагом идет музыкальный детектив «Мышеловка», музыку для которого сочинил именно Александр Журбин. Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России, член Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей и Союза писателей. Достижения Александра Журбина можно перечислять бесконечно долго. 11 опер, 3 балета и 7 книг – все это за 43 года творческой деятельности. Его песни знают почти все, кто хоть маломальски интересуется российской культурой. Только ты для меня, только я для тебя, и невозможно жить, не любя. Особняком в творчестве композитора стоят мюзиклы, их более 30. В новом театральном сезоне свободному пространству, благодаря его творчеству, удалось поставить ни с чем не сравнимый спектакль «Мышеловка». Одноименный мюзикл, написанный Александром Журбиной в 2002 году по пьесе «Агата Кристи», покорил не одну театральную душу. В Орле премьера спектакля идет с успехом. В этом прекрасном театре, который называется «Свободное пространство», очень точное название, что здесь вчера состоялась уже третья премьера, третий по счету спектакль моего мюзикла «Мышеловка». В прошлый раз я тоже приезжал по очень приятному поводу, это было года 4 назад, по-моему, тогда была премьера мюзикла «Бендюжники короли». На творческой встрече с орловским зрителем заслуженный деятель искусств рассказывал о себе и своих произведениях и лично, сидя за роялем, исполнил любимые песни. Не обошлось и без шуток, и воспоминаний из жизни. Общение сцены и зала было живым, ведь сюда пришли те, кто ценит творчество композитора. Он нам очень нравится, многие вещи, конечно, люблю, вообще его люблю, потому что он такой эмоциональный, такой веселый, он такой заразительный, чудесный автор. Мы его что любим, песни Жорбена любим, музыку его любим, кинофильмом тоже самое. Как признается композитор, к орловскому зрителю он относится с особой теплотой, и с каждым разом он ждет новой встречи с трепетом, ведь любовь к прекрасному взаимна. Как провести время с пользой на ближайших выходных и предстоящей неделе, узнаете из афиши. 2 октября Орловский театр «Кукол» приглашает на музыкальное представление юных орловчан в 11 часов. Пройдет спектакль еще раз о красной шапочке. 2 октября в театре драмы пройдет спектакль «Русская тайнобрачия» на малой сцене в 18.30. В этот же вечер в театре «Русский стиль» спектакль «Иван Грозный» в 18 часов. 6 октября в театре «Русский стиль» ужин при свечах в 19.00. 7 октября в «Русском стиле» детектор лжи в 19 часов. 8 октября в театре «Кукол» представление для самых маленьких котенок по имени Гав в 11 часов. 8 октября в театре «Драмы» бабочки не выживают в темноте. Психологический триллер на малой сцене в 18.30. В Музее изобразительных искусств проходит выставка «Дикая природа Орловского края». В Краеведческом музее идет выставка живописи Юлии Бородиной. На сегодня это вся информация. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова